Вкусный приём. Бобруйск радушно встречает участников республиканского семинара. Выставка «Дегустация продукции топовых предприятий города. Возможность оценить и всеми любимые лакомства, и новинки». Сразу после приветственное слово председателя Бобруйского горосполкома. Хорошая плодотворная работа, и как Марсан Борисович сказал, будут вопросы, мы будем пояснять. Но вы сегодня увидите этот самый город Бобруйск. Я бы хотел, чтобы мы со своим опытом поделились, вы своим опытом поделились. Во главе угла вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. В этом направлении Бобруйск работает на ура. Объекты, которые задействованы новыми собственниками в предпринимательской деятельности, отличное тому подтверждение. Первое в программе – лесопильное пилетное производство. Ещё вчера здесь было здание, ликвидированного в результате банкротства предприятия. Сегодня успешный бизнес. В самом начале реализации проекта мы получили от города на безвозмездной основе 26 объектов недвижимости. Уже есть готовый цех линии пиления и сортировки. В перспективе мы планируем в 2025 году запустить наше лесопильное производство, создать порядка 54 рабочих мест. Город не только для жизни, но и для второго дыхания неиспользуемых зданий. Здесь вместо незавершённой стройки объектов ЖКХ красуется дилерский центр по продаже автомобилей и станция технического обслуживания. На достигнутом не останавливаются. В планах нашей организации совместно с нашим основным партнёром – осмарт-сервисом строительство здесь на территории ещё одного объекта гаражного типа по их запросу. А также нами приобретён объект в Кричеве, также по запросу нашего основного арендатора. Для последующего развития там станции технического обслуживания, автомобили МАС, Гомсельмаш. Апгрейд с выгодой для всех. Этот физкультурно-оздоровительный объект – центр притяжения не только для жителей микрорайона Киселевичи, но и для всех бобруйчан. Амплуа бросового здания в прошлом. Проезжая вот мимо здания, возникала вот эта мысль. И в один момент просто это здание выставили на аукцион. Ну и уже тогда как-то всё само собой пошло. Ждали, пока оно подешевеет до одной базовой. На семейном совете приняли решение о приобретении этого здания. На пленарном заседании участники активно подводят итоги насыщенного дня. Обсуждают актуальные вопросы, предложения по активизации бизнес-проектов. Мы проводим семинары только в успешных регионах. И Бобруйск здесь не исключение, а скорее пример для подражания. Мы увидели, что во все сферы деятельности можно вовлечь неиспользуемое государственное имущество. Мы видим большой интерес всех регионов. Они постоянно приезжают на высоком уровне, присутствуют здесь, как и сегодня. И у них это профессионально, поскольку они смогут хорошее решение в конкретном случае города Бобруйска тиражировать у себя. Подробности в итогах недели в воскресенье в 20.30.